Хочу вам рассказать о достаточно большом вендоре, про который, наверное, и так все знают, это компания Dell EMC. В двух словах скажу, чем компания Comtec исторически занимается и почему я сегодня эту тему хотел до вас донести. Ну, кто знает, тот знает, кто нет, тому расскажу. Компания Comtec была создана Аркадием Воложем в 89-м году, и Яндекс был создан Аркадием Воложем, и когда-то Яндекс был отделом Comtec. Но сейчас компания Comtec входит в группу компаний Alonit, но идея, которая была заложена исторически еще достаточно давно, что компания Comtec занимается поставкой на российский рынок интересных, сложных вещей, и не просто привозит их, а занимается бокс-муингом, как это принято называть. У нас очень большой штат инженеров, порядка 30%, и поэтому мы всегда занимаемся глубоким техническим апресейлом, мы сами пытаемся осознать, порой участвуем в проектах очень часто, делаем пилоты, потом это все поддерживаем, потому что иногда так бывает, что поддержка на русском языке оказывается не всеми вендорами качественно. То есть мы такой являемся службой, которая может помочь во всех отношениях, и учим о людей тем продуктам, которые есть. Понятно, что в портфолио компании Comtec есть очень много известных вендоров, там CISCO, AWAY и так далее, но сейчас будет речь именно о компании Dell IMC, и вы сейчас поймете, почему я хочу про это сегодня рассказать. Значит, дело в том, что все знают, что у компании Dell есть сервера, ноутбуки, рабочие станции, там видеостены. Теперь после того, как компания Dell IMC объединились, точнее компания Dell купила компанию IMC, есть еще и системы хранения данных и программы для резервного окопирования данных. В принципе, все эти решения в сетиционных центрах, естественно, используются в инфраструктуре в полный рост, но есть два таких пункта, о которых я хотел бы рассказать, класса продуктов, про которые знают, но далеко не все, по крайней мере, не ассоциируют именно Dell с этим. Значит, первое – это продукты класса ОСС-БСС, то есть это системы мониторинга и управления. И сразу же скажу, что вот на нашем стенде здесь в фойе есть полностью как бы работающая такая ассистема, то есть это удаленный RDP к лаборатории КомпТека, где оживая система, то есть ни видео, ни презентация, а можно посмотреть, как это работает на живом оборудовании у нас. И есть новый пласт продуктов, который сейчас объясню тоже чуть позже, чем он может быть интересен. Это так называемые гиперконвергентные или гибридные решения. Ну, они же используются в облаках. Чуть позже, вот сейчас все это хочу вам рассказать. Значит, для сетиционного центра, естественно, сегодня уже более, так сказать, наверное, ограмотные люди именно в сетиционных центрах, чисто в сетиционных центрах, рассказывали, показывали, объясняли, какие задачи перед разными сетиционными центрами стоят. Но если попросту имеем очень разрозненную инфраструктуру, хотим по максимуму ее охватить, привлечь данные из большого количества уже имеющихся ассистем, либо собрать новые, хотим проактивно реагировать на ситуацию и хотим сокращать время реакции и расходы. Думаю, с этим все согласны. Так вот, собственно говоря, компания Dell имеет продукт, который называется Service Assurance Suite, полноценная система управления и мониторинга, которая покрывает функционал fold management, то, что называется, то есть управление сбоями, и performance management, то, что называется, управление производительностью. И с помощью этого продукта, я чуть позже расскажу, где он оприменен, вот Success Story будет буквально через пару слайдов, нам удавалось на протяжении уже 10 лет последних строить следующие, выстраивать следующие бизнес-процессы и в сетиционных центрах в частности, и в дежурных сменах компаний. Значит, с помощью этого продукта можно обнаруживать и добавлять в инфраструктуру системы новые объекты, ставить их на мониторинг, постоянно вести их анализ и опрос, выявлять, во-первых, причину сбоя, то есть определять, что является следствием, что является причиной какого-то сбоя, открывать и интегрироваться с системами Service Desk, открывать кейсы, следить за их продвижением, отслеживать изменения, которые происходят после благополучного решения проблем, и, соответственно, следить за тем, что журнал аварий и журнал кейсов закрывается. То есть вот такая вот улитка, она, по сути, описывает некоторый замкнутый цикл работы любого сетиционного центра в плане отслеживания каких-то проблем в инфраструктуре или в каких-то процессах. Если мы говорим про управление производительностью, то задача какая? С этих же самых объектов собирать не только события, но и какую-то статистику. Статистика для разных задач абсолютно разная, начиная от цифровых показателей и кончая геолокацией. И, естественно, со временем любая служба понимает, что чем более сложные, более гибкие отчеты можно строить, тем более правильно можно планировать и прогнозировать свои дальнейшие действия, работы и бюджеты. В этой системе есть очень много встроенных из коробки решений. Это охват большого количества технологий, которые сразу же начинают работать, их не нужно дописывать. Это возможность дописывания, если нужно. То есть, например, там были задачи в свое время по интеграции с погодными станциями, с видеокамерами, аналогами имеется в виду. Есть очень большой спектр протоколов взаимодействия, потому что все мы знаем, что в наследство, так сказать, то, что сегодня уже коллеги говорили, достается очень большой список оборудований и объектов, которые когда-то как-то кем-то были сделаны, и все равно передаются на балансы. И, в общем, за ними нужно следить и как-то их отслеживать, и знать, что с ними происходит. Соответственно, есть большой пласт аналитики с прогнозированием, естественно, с возможностью дописывания новых функций без написания, подчеркиваю, опрограммного кода. Есть интеграция с всевозможными современными мессенджерами, ну, точнее, mail, sms все знают, вот все мессенджеры, которые есть, тоже есть такая возможность интеграции, чтобы эскалировать нужным службам информацию. И, как бы, система исторически осложилась как система операторского класса, то есть она имеет в своей, как бы, сути большой распределенный, может иметь большую распределенную архитектуру с горизонтальным масштабированием, защищенные веб-порталы, ролевую модель с доступом, с делегированием ополномочий в регионы, например. И она также может быть встроена в любые другие системы, потому что имеет очень хороший API, то есть если делается какая-то большая видеостена, то ее туда тоже можно вставлять. Все это штатно, абсолютно, как бы, никаких тут хитростей нет. Ну, вот я хотел рассказать о двух примерах ее использования, так сказать, то, где мы получили некое разрешение на упоминаниях, хотя внедрения ее гораздо больше. Первая – это компания Amacomnet, вот коллеги здесь присутствуют, это провайдер московского метро, который, по сути, вот отвечает за работоспособность канала связи в метро, то есть видео наблюдения на станциях, отревоженные кнопки, плюс сервисы для достаточно большого количества серьезных заказчиков, потому что компания, естественно, имеет свои каналы связи в метро, ну, а метро у нас под землей, соответственно, там все хорошо защищено, ну и, собственно говоря, сервис дорогой. А раз он дорогой, то SLA тоже соответствующий. Вот коллеги пользуются этой системой аж с 2009 года. Сейчас в двух словах я расскажу, что у них там есть, ну так, вкратце, не раскрывая оттайны, да. И могу сказать, что еще в 2012 году система даже еще немножко, так сказать, преобразилась. Вот с тех пор вроде пока все хорошо. Итак, значит, какие задачи стояли перед заказчиком, да. Значит, есть служба эксплуатации, которая, естественно, при таком уровне SLA работает 24 на 7. И был самописный продукт, который что-то пытался, вот как здесь коллеги сказали, автоматизировать, сами хотели, хотя задачи были сложные, но и ресурсы у компании были. Но в какой-то момент коллеги пришли к выводу, что этого сделать уже невозможно. Вот тут вот было как раз замечание, что вы будете увеличивать собственные сервисы, сложность их будет увеличиваться, как вы будете все это поддерживать. Вот, честно говоря, так оно и сложилось в Маккомнете, насколько нам было известно на тот момент, что люди приняли решение не писать сами, не поддерживать это сами, не тратить свое время. И самое главное, вот как уже тоже было сказано, есть best practice, который известен, его не нужно придумывать с нуля, то есть, а колесо изобретать не нужно. Соответственно, нужно было выбрать систему, которая делает автоматизацию процесса мониторинга с выявлением о первопричине сбоя, сеть сложная, состоящая из большого количества узлов, ну как минимум такое количество узлов, сколько станций московского метро, хотя в каждом узле, естественно, стоит очень много разного оборудования. Используются технологии MPLS VPN, протоколы маршрутизации, всевозможные критические пороги по нагрузке. И самое главное, что есть ролевая модель, ну должна была быть ролевая модель, которая давала бы возможность определенным кускам службы эксплуатации видеть только то, что им нужно, и не лезть в чужое. То есть понятно, что в такого рода о системах, в очленении главных событий, правильная реакция на них – это основа. Потому что, естественно, система, как большой, так сказать, такой неповоротливый кит, видит много всего. Но если все это показывать в дежурной смене, то у людей с головой будет плохо. Поэтому нужно показывать только то, что нужно. И вот ровно это вычленение, то есть это называется руткост-анализ, выявление о первопричин сбоя, и стало основой выбора именно этой системы. В 2012 году, да, на тот момент, забегая чуть вперед, а виртуализация только входила в моду, и поэтому это было все сделано на физических серверах. Но виртуализация взяла свое, надо было переносить систему без прерывания сервиса, потому что люди как бы работают, сервис оказывается на проформу виртуализации. И, соответственно, добавлялась глубокая функциональность по управлению производительностью, то есть захотелось получить очень глубокие технические данные и статистические данные, основанные на них, то есть то, что называется KPI, K-Performance-индикатор, или ключевые показатели, да, о работоспособности с возможностью дальнейшего и качественного опланирования ресурсов и обслуживания. Соответственно, ну вот, так как времени мало, я пару слайдов пропущу, все эти задачи были выполнены, но вот можно у коллег узнать, как они с этим оживут. Вот второй пример, который есть, про который сейчас я могу сказать, это универсиады в Казани. Значит, заказчиком там выступал Центр информационных технологий Республики Татарстан. Задача вроде похожа, мониторинг, как бы инфраструктура, спортивные объекты, все понятно, вроде так же, как и в Маккомнете, но на самом деле нет. Особенность была в том, что в Маккомнете собственная сеть, собственная служба эксплуатации, ну как бы все за одно, то есть это одна компания. В универсиаде, понятное дело, вот как коллега тоже как бы говорил, есть разные заинтересованные лица, а кто-то из них совершенно не заинтересован, а заказчик, который, а правительство, по сути, хочет знать, что у него происходит реально на объектах, кто за это отвечает и кого нужно дергать, если что-то. Так вот, а собственно говоря, задачи стояли примерно такие же, автоматизация управления, но с вот этой вот как бы централизованным мониторингом, но с интеграцией с многими сервисными службами, которые, по сути, были не частью правительства. И вот была такая интересная история, там нам тоже удалось это как бы решить, когда определенного класса, ну скажем так, недобросовестные партнеры, сделав какую-то, так сказать, часть работы, сказали, ну университет даже закончится, чего на там две недели нормально, и так будет работать. Но система показывала, что есть ошибки, что что-то работает на пределах, где-то нет резервирования, то есть если отвалится, то весь объект отвалится, там связи как бы не будет. Вот в лоб этого было не видно. Ну то есть так, а система это стала показывать, просто прямые контакты с подрядчиками не давали никаких эффектов. Но была такая интересная вещь, как интеграция с большим глобальным сервис-деском, а его просматривали уже, как сказать, сильные миры всего, да, которые оценивали, как вообще идет процесс. И вот так получилось, что по определенному типу заявок, так как люди чуть-чуть халявили, да, работа не велась, и накопилось очень большое количество кейсов именно одного типа. И был в лоб задан вопрос, а кто это, а почему не вот люди? И, соответственно, очень быстро все решилось, все забегали, все запрыгали, и все очень хорошо было сделано. Но вот без такой вот вещи, как бы это было бы, так сказать, какие-то там в проводах, в электричестве, да, то есть это не было видно и понятно абсолютно никому. Вот. Еще один пласт продуктов, про который я сегодня хотел бы рассказать, который вот уже более актуален сейчас, прямо вот то, что это некая новая вещь. И вот сегодня был вопрос задан нашим, нашим, о ведущем, да, что же будет с IT-инфраструктурой, да, куда уйдет персонал, чем мы будем, как бы, заниматься дальше. Ну, ни для кого, как бы, не секрет, что сейчас все уходит в облака, да, это некая философия, которая, ну, на самом деле, со временем начинает обретать какой-то физический смысл. То есть есть конкретные, как бы, решения, многие, естественно, позиционируют все свои решения, как только облачные. Ну, это, конечно, не так, но такие решения, естественно, есть. И в сетиционных центрах, естественно, эти технологии придется использовать, просто потому что есть так называемая IT-трансформация, да, то есть представление услуг по старым способам, то есть когда есть вот отдельный отдел, он что-то делает, уже не прокатывает. Это медленно, это неэффективно. Время требует быстрой, как бы, реакции, ну, а при современных скоростях это просто, ну, никак невозможно, тем более в условиях сетиционных центров. Поэтому если раньше IT-команда, как бы, успех измеряла в годах, то есть внедрим, обкатаем, посмотрим, увидим, услышим, возьмем там все, там посовещаемся, то теперь это нужно принимать за часы, за дни, ну, за неделю максимум. И возникает вопрос, какого класса, как бы, решений есть на рынке. Вот сегодня коллега тоже кто-то говорил, вот я, там, оценка была, какого рода, как бы, решения оцениваются на 5, там, на 4, на 2, вот чего есть, вот чего нету. Есть классы, как бы, решений, которые называются гибридные. То есть, по сути, это сот в коробке. У ДЭЛы есть такой большой пласт, как бы, решений, чуть позже сейчас покажу, как бы, картинку. Смысл очень простой. Используя эти решения, можно, как бы, разворачивать сот за час. И, соответственно, если есть выездной сетонный центр, он может быть полностью со всей инфраструктурой, внутренней, да, как бы, развернут очень быстро. Вместе с программным обеспечением. Он, может быть, также быстро подключен к какому-то, там, оцентральному соду, о чем тоже сегодня коллеги, как бы, оговорили про эти, про чемоданы и так далее, да. Так вот, собственно говоря, что сейчас предлагает ДЭЛ-ИМС? ДЭЛ-ИМС идет, конечно, в ногу с таким большим, о мировым мнением о том, что традиционный подход к построению IT должен меняться. Мы уходим в облака. И вот тут, собственно говоря, важный ответ на тот вопрос, который сегодня же был задан. А что будет с IT-персоналом? Да ничего с ним не будет. Все с ним будет нормально. Просто если раньше люди занимались обслуживанием сервера, то теперь они будут обслуживать другое, как бы, решение, которое будет и сервер, и сторидж, и сеть, все в одном флаконе. Вряд ли кто-то кого-то будет прямо там выгонять, или какие-то специалисты просто перестанут быть нужными. Это все просто количество информации, количество действий в единицу времени будет больше. То есть, если раньше один мог обслужить, там, не знаю, n-ое количество, то теперь это будет 10n или 100n. Такой же объем работы с точки зрения действия, просто информации будет при этом передано больше, данных будет анализироваться больше, скорости увеличиваются. Соответственно, на эту тему у Dell EMC есть два пласта как бы решений, но на последнем слайде вы видите, что, в принципе, это одно и то же. Значит, есть, ну, не одно и то же, это одно, а продолжение другого. Значит, если у нас есть старые какие-то инфраструктуры о приложении и операционные модули, то мы идем, это вынужденная мера, мы идем к тому, что мы должны оттрансформировать и начать предоставлять IT-услуги как сервис. То есть, тенденция такая, что нужно как бы автоматизировать по сути еще один бизнес-процесс в организации. Это сделать IT-отдел, ну, по сути, отдельной компанией внутри компании. То есть, у вас получается тогда, если посмотреть такой подход к IT, ничего как бы не меняется. Если вы раньше брали отдельного интегратора, и он нам что-то делал, то теперь есть IT-отдел, который будет это делать. Я сейчас не про деньги, я сейчас про суть. Но смысл в том, что сервис, а предоставляется уже готовый, из коробки, быстрее, теми же самыми силами, но на более современных платформах. Значит, вот есть конкретные показатели с сайта ВМВ. Ну, все знаете, да, такой сайт, естественно. Во сколько раз увеличивается производительность на стандартные операции в обычном и в облачном СОДе? Ну, тут без комментариев, да, то есть десятки раз – это минимум. И это и требования бизнеса, требования сессионных центров, если это не государственные учреждения, если это государственные учреждения, нужно работать быстро, и эти платформы позволяют это делать. Так вот, собственно говоря, о чем идет речь? Есть виртуальные машины, которые мы сейчас всеми пользуемся, да, они обычно разворачиваются на виртуальной инфраструктуре, но они разворачиваются руками. Соответственно, есть пласт как бы решений, которые придумывала в свое время компания ВЦЕ, если знаете такой, ВСИИ был. Это решение когда-то называлось ВИБЛОК. Это когда в одном корпусе есть сторидж, именно сторидж, полноценный, с файбер-ченнелом, то есть быстрый, да, блейд-сервера и виртуализация. Это одна коробка для пользователя, вот есть некоторый интерфейс, он его ставит, вот, кстати, в Казани была вот такая штука, она работала просто секундой, и машина перебегала из РЦОДов, прям вот секунда, и оно прям очень быстро все работало. А, соответственно, чего там не хватало по сути? Там не хватало портала самообслуживания. То есть получается, что вот на эту инфраструктуру, которая называется гибридной, еще один вот следующий шаг, собственно, что сейчас Dell EMC и пропозиционирует, делает, вот последний слайд будет как раз про это, это оркестраторы. Оркестраторы – это когда можно создать в момент внедрения такого рода ассистемы шаблоны, задать ролевую модель, задать квоты, и тогда каждая служба, каждая IT-подразделение, и каждый, например, сессионный центр, который выездной куда-нибудь выезжает, и должен быть там развернут, он не просит «разверните мне», «дайте мне» и сидит, ждет. Он нажимает кнопку «хочу такую машину», «такую» и «такую». Причем эта кнопка юзер-френдли, вот она вот ровно такая, да. На этой инфраструктуре разворачиваются нужные сервисы, и вы получаете платформу, готовую для того, чтобы дальше с ней работать. То есть выглядит это примерно вот так. То есть есть класс, тут вот на нижнем слайде, как бы на нижней картинке, есть много как бы решений, например, есть решение VX-Ray, вот то, что я говорю, это вот все в одной коробке. V-block просто был очень большой и дорогой. Он был очень большой и очень дорогой. Есть решение теперь поменьше, но поверх этого бегут оркестраторы, и после этого мы получаем то, что я сказал. Оркестраторы эти называются, вот есть три вида, есть от VMware, есть от Microsoft, и есть от Dell EMC, Opivotal, так называемый. Вот. Соответственно, компания Comptech исторически, так как я уже сказал, занимается value-added дистрибьюцией. У нас вот все это есть, мы все сами обкатываем. Честно говоря, когда берем в руки, иногда не верится, что это все прям так и работает, но она правда так работает. Вот. Поэтому у нас большой очень есть демофонд. И если кому-то интересно, то это можно посмотреть удаленно, либо взять на погонять, как говорится. Мы всегда готовы и открыты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...